Президент Республики Азербайджан Алиев Ильхам Гейдару Дорогов Президент Республики Беларусь Лукашенко Александр Григорьевич Президент Республики Казахстан Токаев Касанджо Марк Емельевич Президент Республики Казахстан Токаев Касанджо Марк Емельевич Президент Республики Турбенистан Бердюхамедов Северна Рабанулевич Президент Республики Узбекистан Берзиев Шафа Мираманович Президент Республики Казахстан Токаев Касанджо Марк Емельевич Приветствую вас в Кыргызской Республике Очередное заседание Совета Глав Государств Содружества Независимых Государств объявляю открытым Сегодня на рассмотрение Совета Глав Государств представлены важные вопросы Касающиеся гуманитарного партнерства, обеспечения безопасности и других аспектов нашего сотрудничества Слово для выступления представляется президент Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко Пожалуйста, Александр Григорьевич Уважаемые коллеги, в первую очередь выражаю признательность вам, президенту Кыргызстана За традиционное гостеприимство и высокий уровень организации сегодняшнего мероприятия Начать свое выступление хотел бы Соснов Напомню, что главной целью создания Содружества было не допустить разрыва связей после развала Советского Союза Это не устраивало и сегодня не устраивает наших конкурентов в Запад Который по сей день не оставляет попыток расшатать нас в разные стороны ослабить и подчинить своим интересам Сначала вышла из нашего объединения Грузия До факта с нами нет Украины Большие вопросы по Молдове Не всегда по-партнерски ведет себя и, к сожалению, Армения За этим нельзя спокойно наблюдаться в стороне Иначе нас просто порвут на части И пострадают, прежде всего, простые люди, народы наших стран Поэтому мы, главы государств, должны выполнять волю своих избирателей И, по крайней мере, выполнить и решить те задачи, которые мы обещали И, в принципе, сегодня время критичнее оценить ситуацию в нашем Содружестве И нам не следует прятать голову в песок Мы же видим, что все застарелые конфликты, которые нам подбросили в свое время Неизбежно выходят наружу с очень печальными последствиями Слава Богу, что не просто наметилась тенденция к развязке этих конфликтов Но некоторые из них успешно преодолены Причем решать задачи надо нам, нынешнему поколению политиков И сделать это должно именно наше поколение Рожденное и воспитанное в Советском Союзе Поэтому опыт и знания у нас есть Нынешняя молодежь вряд ли справится Большинство из них уже не понимают многих ценностей и выгод Которые нас объединяли и объединяют пока что теперь Осуществим это и к нам вновь присоединятся те, кто сегодня видит решение своих вопросов Где-то там, за океаном А там вообще слабо представляют, где находятся наши страны Настало время серьезной консолидации в рамках Содружества Ведь примеров успешной работы у нас достаточно И я рад, что сегодня нам предстоит рассмотреть насыщенную повестку дня В том числе ряд важнейших совместных заявлений Они подтверждают наличие у стран общих подходов к таким актуальным вопросам Как свобода вероисповедания Недопустимость дискриминации по языковому признаку Гармонизация систем государственного управления в сфере цифровых технологий Особенно отмечаю важность выхода на принятие заявлений о межгосударственных отношениях в многополярном мире Оно в целом отражает наше общее видение основ миропорядка за исключение абзаца В котором предлагалось выразить озабоченность по поводу политизации деятельности международных судов Но даже такая мягкая формулировка была поддержана не всеми Зачем им эти международные суды и тем более в наших отношениях Тем более мы понимаем особенно сейчас для чего это делается Видимо кого-то это просто пока не коснулось Когда-нибудь захотите и вы помочь детям, подарить им немного детства Спасти от бомбежек и взрывов А вас за это объявят в международный розыск В условиях стремительно меняющейся ситуации запроса на более справедливое мироустройство Как никогда востребованы объединения Которые ищут пути расширения и укрепления сотрудничества Мирного сосуществования, правовых гарантий развития И устранения дискриминации по признаку вероисповедания или уровню доходов Наше Содружество как раз является одним из таких объединений Почему мы не все его ценим? У нас же накоплен огромный опыт конструктивной работы Который интересен и за пределами СНГ К нему присматриваются другие интеграционные объединения А у многих оно как бельмо на глазу Поэтому весьма своевременный и востребованный считаю инициативу Косыма Тыкаева об учреждении международной организации по русскому языку Вы знаете, мы сегодня все разговариваем на русском языке Поэтому не так остро шрушаем эту колоссальную проблему А ведь посмотрите на молодежь в наших республиках Многие разговаривают на русском языке хуже и слабее, чем на английском и другом языке Это величайшее наше достояние Можем достукаться до того, что будем общаться через переводчиков Нельзя потерять язык межнационального общения, как его называли И потом, я вообще не понимаю, ну а почему мы его должны потерять? Он что, вредит нам, нашему поколению? Нет Но он не должен вредить и поколению наших детей Это наше достояние И потом мы говорим русский язык У нас вот раньше частенько были дебаты с россиянами Спасибо, что вы, белорусы, сохранили и так далее На что я всегда говорил, что русский язык это не российский язык Это наш общий язык Мы были в едином государстве долгое время А исходя из концепции, что язык это живое, творчески развивающееся Так мы же вместе развивали этот русский язык Там частишка азербайджанцев, узбеков, таджиков и так далее Не только русских и белорусов Поэтому зачем мы теряем русский язык? И меня, откровенно говоря, радует вот эта тенденция В среднеазиатских республиках Вот у Малиша Рыбовича, Кыргызстане, Узбекистане особенно Но образование, появляются новые школы Появляются новые университеты Русскоязычные, где изучают русскому языку Но этого мало Поэтому вот эта инициатива по русскому языку Это не менее важная инициатива, чем какая-то из области экономики Я уже не говорю о том, как обстоят дела у нас с русским языком По бывшему Варшавскому договору Мы, в отличие от них, не хотим, чтобы наша молодежь общалась, как я уже сказал Между собой через переводчика или только на английском языке Следующий вопрос о решении зоны влияния СНГ Уже сейчас во многих заседаниях органов Содружества Участвуют представители различных международных организаций И принятие сегодня документов о статусе наблюдателя Про СНГ и партнера Содружества Создаст основу правового регулирования таких отношений Беларусь всегда была сторонником В сопряжении деятельности международных интеграционных объединений С озвучными целями и задачами Базовое условие мы должны поддерживать друг друга А не создавать препятствия Полагаю, что для государств участников Содружества Могут быть интересны уже имеющиеся наработки По линии других наших форматов Например, по таким важным темам Как электронная торговля Широкое внедрение цифровых технологий Доступ к государственным закупкам Снижение тарифов телефонной связи В роумбинге и многим другим направлениям Уверен, сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС Реализация высокотехнологичных проектов Отработка новых схем логистики При поставках товаров в страны Дальней Дуги В том числе активное развитие коридора Север-Юг Тесная кооперация усилий Для обеспечения международной продовольственной безопасности Наиболее уязвимых стран мира Все это представляет интерес И должно активно развиваться Без опасения попасть под вторичные санкции Запада Но я хочу просто обратить ваше внимание На появивший новый тренд Вот БРИКС, вот ШОС и так далее Безусловно, это организации Возможно и будущего организации Но видите, что определенное торможение там присутствует Все-таки уровень интеграции между Евразес и СНГ даже Уровень интеграции у нас выше Ну хорошо, ШОС А если бы мы были в ШОС и БРИКСе, если мы там будем Как единая организация Что наша позиция бы ослаблена Нет И я уверен, что тут и России надо активнее себя вести Не глядя Тут на то, как там американцы или Запад Себя ведут или куда они смотрят Россия должна быть Ну таким образующим, системообразующим Нашего объединения Сотружества независимых государств И в БРИКС и ШОС мы должны стремиться к тому Что мы там будем как единая организация Более продвинутая Интеграционная и политическая, и экономическая и так далее Поэтому, глядя на ШОС и на БРИКС Дай Бог ее БРИКС мы будем членами этой организации Надо укреплять свое Надо развивать свое Общая нацеленность позволяет нам Последовательно наращивать взаимодействие По всем направлениям Многопланового сотрудничества Несмотря на новые Беспрецедентные вызовы По большому счету Ведь именно они заставили нас Встрахнуться По-новому посмотреть на ситуацию Найти решения, которые были на поверхности Сегодняшние результаты говорят сами за себя И должен сказать, что ситуация Катастрофически быстро И меняется быстрыми темпами Шавкат Мирамоновичам об этом говорили Около часа только что Очень меняется И появляются все новые и новые вызовы Возьмите Ближний Восток И они уже не только нас встряхивают Они уже встряхивают весь мир Дай Бог остановиться Чтобы к Третьей мировой войне не подойти Беларусь в ответ на экономическое давление Совместно со своими союзниками Прежде всего Россией Консолидировала силы для устойчивого экономического развития Сохранена макроэкономическая финансовая стабильность Обеспечен выход на траекторию роста И это цифры, которые характеризуют только нынешний момент Да и Россия прилично встряхнулась И по многим направлениям экономического развития Стала на порядок более самодостаточным А если бы мы вместе с отружеством Плечом к плечу поставили заслон этим Страшилкам западным Наши общие результаты Были бы значительно выше Вспомните, когда мы были в Советском Союзе Нас боялись все Боялись и уважали К сожалению, мир такой, что уважает только силу А сейчас вместе с Китаем, Ираном, Бразилией Да и глобальным югом Какие западные санкции? С нашим мнением будут считаться, если мы будем вместе А наше мнение в международных делах будет определяющее Посмотрите, сколько нами сделано на будущее Пока на Западе инвестируют в войну А проще говоря, транжирить деньги Своих налогоплательщиков Мы с каждым годом увеличиваем капиталовложения Стальным прицелом В наукоемке производства Такие как микроэлектроника, авиастроение Биотехнологии Искусственный интеллект Информационно-коммуникационное решение Многие проблемы мы можем решить только вместе Если не будем вместе, будем только разговаривать на эти темы Гарантом нашего устойчивого безопасного развития Можем быть только мы сами А для этого надо быть самодостаточными В стратегически важных отраслях Ресурсы, потенциал, компетенции Для этого есть Необходима политическая воля и понимание ценностей Формата содружества Говорил еще раз повторю Нам нужно во что бы то ни стало сохранить Уникальные форматы нашего единства Нельзя допустить внутреннего раскола И присоединения к идеологам и проводникам Санкционного давления Категорически недопустимо поддаваться на провокации Направленные на разжигание Межнациональных территориальных споров На постсоветском пространстве Ну понятно Вы уже чувствуете, что мы и россияне Поняли очень серьезно Где мы находимся И особенно мы, белорусы, когда все на разрыв Во всех местах Но я вам должен сказать Вас ждут непростые времена Как и нас с россиянами С одной стороны, ясно Большой брат, который старается нам помочь Естественно у него свои интересы С другой стороны, американцы, запад Вы уже это почувствовали Но не забывайте, что наше счастье здесь Вот за этим столом главы государств Которые могут осчастливить наш народ Если мы решим некоторые вопросы Которые не удавалось долгое время решать Уважаемые главы делегаций Уважаемые участники заседания Позвольте еще раз поприветствовать вас Теперь уже в расширенном формате Заседание Совета глав государств СНГ Мы с вами до этого в узком формате Обменялись мнениями о взаимодействии В рамках Содружества независимых государств О планах и перспективах дальнейшего укрепления Потенциала Содружества Уважаемые участники заседания Предлагаю исполнительному комитету Приступить к процедуре подписания документов Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому